добрый день уважаемые студенты добрый день мы сегодня с вами начинаем тему изучения это и рахеты и останавливаться мы будем с вами экран мой виден да да что-то у меня вышло сообщение мы с вами остановимся на трех родах которые имеют основное клиническое значение класса спирохитов это рот трипанема рот баррель я и рот лептоспира все спирохиты спирально извитые обладают они очень активной подвижностью размеры спирохит колеблется в толщину от 0 1 0 3 микрометра а вот в длину они могут достигать от 7 до 500 микрометров а род спирохит посмотрите здесь хорошо видно да что все они определяются по параметрам завитков это очень характерный признак морфологически для определения рода данная таблица поможет вам в дальнейшем четко понимать и отвечать по вопросу диагностики спирохит здесь указано три основных рода которые характеризуются по своим характер завитков и по методам рот баррель я посмотрите возбудитель конечно если мы говорим о рекуриенсис это возвратный тиф 38 крупных неравномерных завитках характерно для данной бактерии и окраска по романовскому гимзе синий фиолетом дает синий фиолетовую окраску род трипанема возбудитель конечно заболевание такого как сифилис известного и вот здесь данном случае у нее свои особенности это 8 12 равномерных посмотрите мелких завитках и окраска бледно розовый цвет поэтому отсюда и появилось название бледная трипанема следующий рот лептоспира лептоспироз который вызывает этот вид лептоспира интерогенс характери ее завитков настолько часто и вот эти завитки что свилохитам может что извините лептоспира может давать как завитки не только первого порядка но и завитки второго порядка то есть она настолько плотно как как бы закручена по спирали, что образует дополнительные еще завитки второго порядка. И при этом дает характер такого внешнего вида буква «С» английская. То есть если вы когда-нибудь игрались с резинкой, то есть заворачивали эту резинку, вы знаете, когда долго-долго заворачиваешь, она вдруг резко еще раз повторно заворачивается, образует тем самым еще вторичные завитки. Вот как раз лептоспира настолько плотно завита, настолько частые у нее завитки, что она может образовывать и второго порядка. По методу окраски по риммармановскому геймзу она окрашивается в красно-розовый цвет. Но основные морфологические признаки, которые присущи спирохетам, это штопорообразность. И обращаю ваше внимание, отсутствие жгутиков. Но не так, как вы это себе представляете, то есть нет жгутиков и все. У спирохет вместо жгутиков есть фибрилы, и мы называем их эндожгутики. То есть фибрилы, которые находятся внутри самой спирохеты, окружает она как раз-таки протоплазматический цилиндр, то есть не экзожгутики, а эндожгутики, фибрилы. И движение, которое они дают спирохете, в данном случае очень характерное. Она вращается вокруг собственной оси. Форма клетки именно протоплазматический цилиндр диктует. Поэтому мы с вами видим спирохет, это такой, в общем-то, спирально изогнутая бактерия, очень прочная, плотная такая, имеющая великолепную внешнюю мембрану, которая состоит из аж семи слоев. И вот наружная мембрана клеточной стенки дает ей настолько прочность, что она себя чувствует защищенной. Считается, что если клетка потеряет, бактерия потеряет наружную мембрану клеточной стенки, то она очень быстро погибает. И вот на данном свойстве как раз-таки основано лечение спирохет. То есть мы в основном, считается, мы в основном, в общем, лечим все заболевания спирохе, вызванные спирохетами, пенициллинами, которыми вы знаете, что пенициллины, они воздействуют именно на клеточную стенку, и потери клеточной стенки привозят, в общем-то, к гибели спирохет. Далее, после клеточной стенки идет протоплазматический цилиндр с цитоплазматической мембраной. А вот между ними, то есть под наружной клеточной стенкой, расположены те самые переплазматические фибрилы, которые и закручиваются вокруг вот этого протоплазматического цилиндра спирохеты. Придают при этом винтообразную форму. Характер движения зависит как раз-таки от свойств прикрепления фибрил. Фибрилы же прикрепляются к концам клетки и направляются навстречу друг к другу. То есть на одном конце прикрепляются фибрилы, на другом конце прикрепляются фибрилы, и они движутся как бы друг к другу. При этом поступает такое сгибательное поступательное движение, которое и, в общем-то, характерно для спирохет. Все спирохеты окрашиваем мы по романовскому гимзе. Несмотря на то, что они относятся к граммоотрицательным микроорганизмам, по граммам мы их не окрашиваем. Только за счет того, что они плохо воспринимают красители. А красители они воспринимают плохо из-за большого количества липидов в оболочке. Но наиболее часто применяется также еще метод и фазово-контрастной или темнопольной микроскопии, которая дает возможность увидеть спирохиту в движении, определить ее характер завитков и характер движения. То есть, таким образом, мы применяем два метода при микроскопии. Это окраска по романовскому гимзе и темнопольная микроскопия. Спирохеты – все хеморганотрофы. Источником энергии и углеводов служат, конечно же, органические соединения. А вот по типу дыхания они немножко разнятся. Так, например, баррели и трепанемы – это облигатные анаэробы. А вот лептоспиры – они относятся к факультативным анаэробам, поскольку могут жить как в отсутствии, так и в присутствии кислорода. Спирохеты сложно культивируются в лабораторных условиях. Для их роста в питательные среды необходимо добавлять органическую сыворотку, тканевые экстракты. Создать такую оптимальную среду для бактерий крайне сложно. Поэтому очень часто спирохеты не культивируются в клинических практиках. Спирохеты очень медленно растут, до нескольких дней. Температура инкубации у них от 33 до 37 градусов, как для всех медицинских микроорганизмов. И вот если мы с вами начнем знакомиться с трепанемы-палюдом, то есть возбудителя сифилиса, и рассмотрим какие-то вот такие особенности. Посмотрите, морфология и физиология трепанемы-палюдом. Еще раз повторяем, что это от 8 до 12 завитка. И завитки, обращаю ваше внимание, равномерно, по всей длине и небольшие по амплитуде. Жгутики, мы с вами договорились, что у них есть эндожгутики или фибрилы. Тип движения очень плавные, поступательные. Могут они формировать эльформы и цисты. Сразу, когда мы слышим с вами эльформы и цисты, нас это должно настораживать. Это фактор патогенности. Это будут, конечно же, проблемы с лечением. Это будут, конечно же, заболевания, волнообразные заболевания, которые может приводить к хроническим формам. Размножаются они поперечным или множественным делением. Это тоже очень характерно для спирохет. Граммоотрицательные. Однако, еще раз повторяю, граммоотрицательные. По грамму мы их не красим, поскольку у них большое количество липидов в клеточной стенке, окрашен по романовскому гинзу. И окрашиваются они в такой бледно-розовый цвет. Они являются строгими анаэробами. Культивируют, поскольку они очень требовательны к питательным средам, все-таки культивируют их в яичнике, в яичках кролика. И вот, конечно, характер вот этого культивирования настолько сложен, что изучить полностью биохимические антигенные свойства крайне тоже остается под вопросом, поскольку мы не можем получить чистые культуры, которые нам дадут возможность всесторонне изучить свойства трепанем. Содержат они несколько антигенных комплексов – полисахаридной, липидной и протеиновой. Не получается у нас пока установить серогруппы и серовары, поскольку, еще раз повторяю, крайне сложно культивироваться, чистую культуру выделить практически невозможно. И поэтому определение антигенов трепанем практического значения не получилось. Но были изучены факторы патогенности. Трепанем, и она обладает большим набором факторов патогенности, большой вариабельностью. Например, белок, который входит в клеточную стелку, адгезин, он обеспечивает прилипание микроорганизма именно к белкам, фибронектинам, клеток, слизистых оболочек. Наличие миофибрил и формы вот этой спиральки способствует более глубокому проникновению в организм, обуславливает способность бледной спирохида мигрировать в теле хозяина. То есть она двигается наподобие штопора. Вы понимаете, что это дает возможность инвазии в межклеточное и тканевое пространство. Кроме того, антифагоцитарная активность обусловлена способностью связывать фибронектин как раз таки вот этими белками, которые находятся в межклеточной стенке. Липопротеины к оболочке. Как и у большинства микроорганизмов, они обеспечивают, конечно же, развитие воспалительного процесса в месте присутствия. И еще вот характерные особенности именно бледной трепанемы – это изменчивость антигенных свойств и способность к образованию L-форм. Это очень серьезно. Все это приводит к тому, что бледная спирохета может ускользать от действия антибиотиков, а также привело к тому, что невозможно создать вакцину от данной инфекции. Способна бледная трепанема жить в соединительной ткани, и там же она способна размножаться. Это тоже очень серьезный фактор. Ну и бледная трепанема. Конечно же, возбудитель такого заболевания страшного, как сихилис. В последнее время при составлении мониторинга заболевания сихилис обнаруживается такая положительная тенденция к снижению заболевания сихилиса в Российской Федерации. Его крайне мало, но тем не менее диагностируют. Оптимальными условиями в организме человека для трепанемы палидом – это лимфатические пути и лимфоузлы, где она активно размножается. В крови в высокой концентрации она может появляться в стадии вторичного сихилиса. И попрошу вас обратить внимание на то, что микроб долго сохраняется в теплой влажной среде. Что это нам дает? Что трепанема может сохраняться, например, во влажном белье до нескольких суток. Устойчива она также и к низким температурам. Например, в тканях, в трупах она жизнеспособна от двух до двух суток. Однако бледная трепанема, в общем-то, быстро погибает при высыхании, нагревание при обработке дезинфицирующими средствами, растворами кислот и щелочей. Известно, что губительными для бледной трепанемы являются следующие вещества – мышьяк и висмут. На основании вот этих ядов в свое время были поставлены препараты, с помощью которыми лечили больных сихилисом. Но сегодня эти препараты не применяются. Сегодня был изобретен, вы знаете, пенициллин. И пенициллин, который влияет на клеточную стенку бактерий, в общем-то, эффективно влияет наиболее препарат, который у нас стоит на первом месте. Другие препараты, другие вещества, такие как ртуть, кислоты, щелочи, также могут убивать данную бактерию. Свет и ультрафиолетовые лучи, раствор дезинфектантов, антисептиков, спирт и уксус тоже являются губительными для бледной трепанемы. Ну и еще раз обратим внимание на такое заболевание, как сихилис. Инфекционное заболевание, имеющее длительное и волнообразное течение. По объему поражения организма сихилис относится к системным заболеваниям. А по основному пути передачи к венерическим. Сихилис поражает при этом весь организм. Кожные покровы, слизистые оболочки, сердечно-сосудистую, центральную нервную, пищеварительную, опорно-двигательную систему. Нелеченный или плохо пролеченный сихилис может длиться годами. Чередуются обострения, кроме того, скрытое латентное течение. Вот в активный период сихилис проявляется на коже, в слизистых оболочках. Обращаю внимание, что в скрытый период он практически ничем не проявляется. Если вы посмотрите на данный слайд, где как раз таки отображен патогенез сихилиса, вы можете обратить внимание, что заражение трепанемопалидом может двигаться двумя путями. Как локальное размножение, при этом появляются язвенные поражения, при котором возможно заражение именно здоровых лиц. И диссиминирование по кровотоку. Что это дает? Когда трепанема диссиминирует по кровотоку, конечно же, поражаются сосуды, поражаются внутренние органы, возникает высыпание на коже. И вот в данном случае при высыпании на коже человек оказывается тоже заразным. И возможно заражение здоровых лиц. Конечно же, все это приводит или к повторным размножениям, или поражениям системным органов и тканей. И мы можем, в общем-то, если не лечить, доходим до четвертой стадии. При этом инкубационный период у сихилиса 3-4 недели. Различают несколько период заболевания сихилис. Так, например, первичный период длится до 8 недель и характеризуется, посмотрите, появлением твердого шанкра. То есть первичный сихилис – это твердый шанкра. При вторичном сихилисе, который может продолжаться от 2 до 5 лет, происходит поражение внутренних органов. При этом происходит высыпание, появление таких генерализованных высыпаний, как на слизистых оболочках, так и на коже. Иногда это может приводить к облысению. Ну, третичный сихилис, он сейчас в наше время встречается крайне редко, что нас радует. Но самый тяжелый период характеризуется необратимыми нарушениями внутренних органов. Что здесь происходит? Как раз-таки идет образование таких гум, слизистых бугорков или узлов. И вот эти гумы, когда распадаясь, они обезображивают больного. То есть мы видим на данном слайде, как раз показана картинка, разрушение гума верхней челюсти и появление вот таких сквозных отверстий. Источником инфекции при данном заболевании является, конечно же, больной человек. Пути передачи, как уже было сказано, это контактный бытовой, поскольку преимущественно половой путь относится к генерическим заболеваниям. Но иногда может сихилис передаваться и через предметы, посуду или белье. И даже не появляются сообщения о том, что от больной сихилисом матери заболевание также может передаваться через плаценту. То есть путь трансплацентарный тоже возможен при сихилисе. Лабораторная диагностика крайне интересна, поскольку культуральные методы здесь практически невозможны, бактериологические методы не применяются. Однако наибольший упор делается в первую очередь на микроскопию москов и на сериологические методы. Так вот, микроскопия москов на первых стадиях, когда человек заразен, может показать до 80% эффективности. Серологические методы, конечно же, поскольку, если мы вспомним с вами, антигены вариабельные спирохеты, было показано, что антигены спирохет очень часто дают перекресты с кардиолепиновым антигеном. То есть поэтому были поставлены, разработаны скрининговые методы, нетрипанемные так называемые тесты, которые дают предварительный результат, то есть при апробации. Единственное его минус – это то, что ложноположительные результаты возможно. Ну и последним, таким наиболее эффективным, и которым подтверждает диагноз, является именно постановка выявления специфических антител трепанемными тестами. Именно к антигенам бледной трепанемы данный тест дает практически 100% эффективность результата. Для всех серологических реакций необходимо использовать сыворотку венозной крови или ликвар. На данном слайде очень эффективно показаны, во-первых, все вот эти методы, которые применяются для изучения и исследования диагностики заболевания сифилис. Этот слайд поможет вам, в общем-то, быстро отвечать на вопрос по методу лабораторной диагностики. Я вас попрошу как раз этот слайд переписать в тетради, чтобы он у вас был. То есть немножко повторю. Темнопольная микроскопия мазков – достоверный диагностический метод, чувствительность около 70-80%. Реакция микропрецепитации, то есть применяется кардиолюпиновый антиген, то есть нетрепанемный тест так называемый. Эффективность 91%. Иммуноферментный анализ ИФА, то есть специфический тест со специфическими антигенами, именно антигенами трепанем, дает чувствительность около 100%. И реакция иммунофлюоресценции, тоже специфический тест, чувствительность у него 100%. Так видно на этом слайде, например, применяется темнопольная микроскопия Трепанем. Здесь как раз-таки показана тканевая жидкость твердого шанкра, которая была изучена при темнопольной микроскопии. Видно как раз-таки равномерно закрученное спирохету. В общем-то эффективность его великолепна, этого метода. Единственное, только минус, это нужно поймать, то есть вовремя произвести забор именно из того места, где можно встретить живых трепанем. То есть нужно обнаружить трепанем. Ну и лечение, как я уже говорила, поскольку трепанемы без клеточной стенки крайне быстро погибают, то, конечно же, лечение является эффективным лечением, является именно пенициллины с пролонгированным действием. Кроме того, стоит отметить еще раз, поскольку антигены вариабельны, то специфической профилактики не существует. То есть вакцины не разработаны. Ну и дальше продолжим знакомство со спирохетами с родом Боррелия. Род Боррелия – несколько видов, которые патогенны для человека. Причем несколько видов могут вызывать как эпидемический, так и эндемический возвратный тиф. Вот, например, Боррелия рекуриенсис – возбудитель эпидемического вшивого возвратного тифа. А, например, Боррелия бургдорфери – это возбудитель эндемического клещевого возвратного тифа. Морфология, немножечко повторимся, на первом слайде у нас все это было. Формы – это тонкие спирали. И посмотрите внимательно, 3-8 крупных завитка. Но самое главное, что они неравномерные. Они могут быть… Один завиток большой, второй маленький. То есть неравномерные 3 завитка. Причем чем старше Боррелия, тем больше этих завитков. Может доходить до 8. В юности Боррелия может иметь один только завиток. Поэтому очень часто ошибаются лаборанты, когда смотрят на один завиток и говорят, что нет, это скорее всего спирила. То есть окрашиваются краской по романовскому гинзе в сине-фиолетовый цвет. Тоже граммоотрицательные, строгие анаэробы. Могут культивироваться на питательных средах, но с животными белками, то есть сывороткой крови, асценическая жидкость. Или даже иногда добавляются кусочки паринфатозных органов. Хорошо развиваются и размножаются в куриных эмбрионах. Антигены тоже чрезвычайно вариабельные. Но настолько вариабельные вследствие внутригеномных рекомбинаций. Если у трепанем антигена количество их огромное, то здесь в данном случае они могут меняться в течение отделения этих баррелей. Постоянно идет рекомбинация, то есть появление новых и новых штаммов с антигенными комплексами. Поэтому сериологическая идентификация барреля не может иметь практического значения. И в патогенезе, если мы рассмотрим с вами патогенность и патогенез барреля, то здесь в данном случае можно увидеть такую интересную картину. Во-первых, инвазия барреля, как правило, в ней участвует белок наружной мембраны. Проникает она и стремится в клетки лимфомакрофагиальной системы. Может размножаться здесь, поступать в кровяное русло. И вот по ходу кровяного, по кровяному руслу, как раз-таки баррелия, при этом, когда они движутся по кровяному руслу, баррелия очень часто погибают многие. И при лизисе вот этих баррелей, то есть при лизисе клеток бактерий, оказываются высвобождены большое количество компонентов клеточной стенки, которые могут оказывать именно токсическое действие по типу эндотоксина. При этом, конечно же, что мы наблюдаем, то есть в клинической картине мы с вами видим лихорадочный приступ. Далее баррели также могут двигаться, то есть не погибшие двигаются дальше по крови. И в крови больного при размножении баррели меняют свою антигенную структуру, дают новую генерацию, то есть с новыми антигенами. Опять вызывая при этом воспалительный каскад, образование антител, то есть и опять появляется лихорадка, то есть начинается второй приступ лихорадки. Такие приступы болезни могут повторяться до 5-6 раз. До тех пор, когда заканчивается генерация баррелей с измененной антигенной специфичностью. То есть когда мы с вами приобретаем весь комплекс антител ко всем антигенам, которые произошли во время генерации баррелей, как только мы получили весь комплекс антител, то, конечно же, в данном случае лихорадки заканчиваются и наступает выздоровление больного. Но вот именно вот это волнообразное, лихорадочное такое клиническое проявление, это, конечно, очень серьезно. В капиллярах внутренних органов именно под влиянием антител, которые наш организм с вами выработал, могут образовываться агрегаты, которые состоят из баррелей, которые обездвижены нашими своими антителами, и тромбоцитов. И вот эти агрегаты, которые именно находятся в капиллярках внутренних органов, они могут нарушать именно местное кровообращение и могут приводить к развитию геморрагических инфарктов. То есть это очень серьезное проявление. Возвратный тиф немножечко, посмотрим на него, эпидемический, вшивый, да, то есть это острая трансмиссивно-рецидирующая инфекция, характеризуется общей интоксикацией, поворотной лихорадкой, поражением печени, селезенки. Возбудитель при этом барреля рекуренсис, а переносчиком болезни являются вши. Болезнь Лайма или клещевой баррелиоз, возбудитель барреля бургдорфери, передается через укус инфицированно с помощью эксодового клеща. Болезнь Лайма, она характерна клиническими особенностями. Это кольцевая эритема, то есть по ходу, по капиллярам баррели вызываются, еще раз повторяю, воспалительные реакции, да, и, соответственно, эритема, кольцевидная может микрировать. Лабораторная диагностика в данном случае, поскольку баррелия находится в крови, берется кровь, применяется метод такой толстой капли, в темном поле зрения можно увидеть движение баррелей, или окрашиваем по романовскому гинзе. Можно применить бактериологическое исследование, хотя для этого, еще раз повторяю, необходимо создать очень сложные питательные среды. Ну и сирологическое исследование, это поворотно-эпидемический баррелиоз, сопровождается наристанием антител высоких титров. Конечно же, разработана полимеразно-типная реакция. Лечение то же самое, то есть используют пенициллины. И следующий уже рот лептоспира, еще последний как раз-таки рот спирохет, он патогенен как для многих животных, так и для человека. Отсюда, конечно же, лептоспироз, заонозная инфекция, которая сопровождается поражением капилляров, печени, почек, центральной нервной системы. При этом, обращаю ваше внимание, развивается геморрагия и желтухи. То есть желтуха – один из показателей лептоспироза. Резервуар, где обитают лептоспиры – это грызуны, крупный рогатый скот, свиньи, собаки. Выделяют они лептоспиры с мочой, воду и почву. При этом пути передачи к человеку – это водный, алиментарный и контактный. По морфологии – это тонкие бактерии спиральные, до 30 мелких завитков. По романовскому гимзе красится в розовый цвет. Концевые части лептоспир, вернее, даже не просто в розовый, а такой красно-розовый цвет. Концевые части лептоспир крючкообразно загнуты в виде буквы «С». Конечно же, спор нет, капсул нет. Есть, опять-таки, переплазматические жгутики, фибрилы, факультативные анаэрубы, а вот для культивирования уже можно использовать среды, но, опять-таки, богатые. Поскольку культивация лептоспир довольно-таки более легче, чем, например, баррелия или трепанем, то она более подробно изучена. Выделено 120 сероваров по антигенам, изучены факторы вирулентности. Она обладает липазами, гемолизином, плазмакоагулазом, фибринолизином и цитотоксином. Устойчивость. Лептоспиры быстро гибнут при высыхании и кипячении от солнечных лучей, но долго могут сохраняться в воде открытых водоемов, во влажной почве, что имеет значение для передачи инфекции. Заражение происходит через царапины на коже и слизистых оболочек, через региональную лимфатическую систему возбудитель попадает в кровь, а уже оттуда в различные органы, вызывая общую интоксикацию и сенсибилизацию организма. При этом поражается печень, и мы с вами видим желтуху. Почки могут поражаться и сердечно-сосудистая кровяная система. Вот посмотрите, на данном слайде показаны как раз-таки желтушно-геморрагические проявления лептоспироза. Самое основное, что нужно запомнить в клинических проявлениях – это боли в мышцах, очень такие яркие боли в мышцах, особенно в икроножных. Лицо и глаза больно воспалены. Возможно, такие высыпания на коже, и если состояние тяжелое и длится уже долго, на четвертый день, появляется желтуха. Данный плакат демонстрирует как раз-таки такую особенность лептоспироза, источники инфекции приведены, то есть лесная мышь, полевка, как мы можем заразиться, то есть при купании в водоемах в стоячей воде, при разделке мяса, при употреблении некоторых продуктов, с влажной почвой, с водой мы можем заразиться, и какие возможны осложнения. Конечно же, почечная недостаточность, кровотечение, поражение оболочек глаза. Иммунитет после перенесенной болезни остается прочный, иммунитет повторно человек не болеет. А вот микробиологическая диагностика – это микроскопический метод опять-таки у нас с вами, культуральный метод получения культурно-искусственно-питательных средок, можно провести биологический метод, то есть заражение животных, ну и основной – это сирологические методы исследования, когда мы с вами смотрим нарастание титра антител больного в крови больного, то есть эти методы, которые могут подтвердить, что перед нами пациент с лептоспирозным поражением. В качестве профилактики мы с вами можем применить как специфическую, так и неспецифическую профилактику. Разработана лептоспирозная вакцина, поскольку изучены все антигены, выделены все антигены, лептоспирозная вакцина существует. Она представляет собой взвесь убитых нагреванием лептоспир. Кроме того, разработан также биологический препарат – это противолептоспирозный гамма-глобулин, который применяется при лечении. А что касается неспецифической профилактики, то, конечно же, это строгий санитарно-бактериологический контроль. Контроль как водных водоемов, особенно закрытых водоемов, и важное значение имеют ветеринарно-санитарные мероприятия по борьбе с грызунами, выявлению именно больных животных. Спасибо за внимание. Наша с вами лекция на сегодня уже закончилась. Есть какие-то вопросы? Так, если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Сегодня мы с вами не проходим тесты, поскольку у нас лекция небольшая, поэтому достаточно будет, если вы просто подготовились к практике дополнительно. Если нет вопросов, то мы с вами заканчиваем. До свидания. До следующего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok